Весенняя пахота Да вот скоро это будет, совсем-совсем-совсем скоро, друзья, все случится, потому что весна дышит, почки набухли и пахари приготовились, полностью вооружились и приготовились, ну техникой, конечно, вооружились, друзья, чем еще можно вооружиться? И приготовились пахать, вспахивать землю до невозможности. Раз весна, значит, необходимо вспахивать землю. Приготовьтесь, друзья, весна будет бурной, жаркой. Я желаю всем, кто причастен, друзья, кто еще на службе, боевой службе, будьте внимательны, друзья, не пытайтесь быть зверем во время пахоты. Хотя, может быть, конечно, это зверство и помогает хорошо вспахивать землю и быть потом в выигрыше. Но весна грядет, жирные пахоты и жирных приношений земле. Совсем-совсем скоро жара идет, жара с косой. Та самая с косой идет на пахоту земную. Пахотные земли определились уже сразу в нескольких местах. Эти пахотные земли будут вспаханы пахарями. И каждый знает свою роль, и каждый знает свое место, какую землю и где и когда он будет вспахивать. Когда? Это вопрос, конечно, такой особый, потому что даже там наверху не знают, когда поступит сигнал на вспахивание земли. Будьте внимательны. А это вам просто моя подсказка, что пришла весна, пахотные земли определены, и пахари тоже ждут начала посевной. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Пахари, не теряйте свой человеческий облик. Там, наверху, все спросится.